короче нужно оба плагина использовать потому что в youtube чеки например если в творческую студию переходить то там уже в адресной строке будет studio youtube.com и вот этот dark background плагин он не может определить он думает что это тоже youtube а так как в студии темные тены мы пока еще не сделали только вот здесь вот темные темы можно включить на youtube.com так что приходится использовать все таки dark reader вот видите здесь я его закрыл выключил потому что своя темная тема хорошая а если перейти в творческую студию то тут все белое и поэтому нужно включать dark reader а этот не умеет он видите определить думать что это тот же youtube хотя вот ему вот так вот нажимаешь он все равно студию youtube.com не воспринимает потом все равно переключается на youtube.com так что вот так вот приходится лавировать на vk я поставил dark background потому что dark reader в нем тормозит загрузку и еще на я плакал сайт тоже поставил dark background потому что он вообще вот так чернит хорошо а если ставить dark reader то он там фоновую страничку оставляет но фоновую картинку оставляет короче белого много и также еще вот здесь тоже я поставил dark background ну короче преимущественно ставлю dark background потому что он быстрее работает ну а там где он не работает приходится вот dark reader включать есть еще lunar lunar reader он тоже умеет творческую студию запоминать но он все-таки немножко с косячками он не все чернит вот тут белая полоска остается так что пока использую тандем а встроенный в браво темная тема встроенная в браво она перестала чернить я сайт я плакал прям вообще перестала чернить не знаю как там эти твари изъебнулись на сайте я плакал но фон стал белый и никак он не подменяется встроенной темой встроенный в браво темой она конечно хорошая самая легкая меньше все тормозила но с косичками всем пока